Что делать, если мужчина уделяет недостаточно внимания в отношениях? Часто женщины, они терпят, они молчат, они думают, что мужчина сам должен знать, чего она хочет, потом взрываются, злятся, в формате претензий на повышенных тонах начинают разговаривать, и этот, конечно, разговор ничему хорошему не приводит. А какую работу мне над собой нужно проделать, чтобы мне самой по себе было хорошо, чтобы я перестала использовать мужчин или искать мужчин в качестве спасателей? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог, магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, если мужчина, если вам кажется, как женщине, как девушке, что мужчина уделяет недостаточно внимания, либо вообще не уделяет внимания, тогда первое, что нужно сделать, убедиться, а что между вами в принципе, а может быть он и не должен уделять внимания, а может быть вы напридумывали себе то, чего нет, может быть вам кажется, что у вас отношения, что вы встречаетесь, а у мужчины совершенно другое мнение, а у мужчины совершенно другой взгляд на то, что между вами происходит. В своем профессиональном опыте я часто провожу, например, в своем инстаграм разборы, и очень нередко такое бывает, когда женщина сама себе придумала, она сама настроила ожиданий, а у мужчины совершенно другое мнение, совершенно другое отношение. И соответственно, тогда получается, как сделать так, чтобы мужчина уделял больше внимания. Ну, наверное, с этим мужчиной тогда нужно создавать отношения. Но опять же, при условии, что если он готов строить отношения женщины, а если он не готов, если он не рассматривает эту женщину для отношений, тогда, возможно, наилучшим решением будет вообще перестать ожидать внимания от этого мужчины. Следующее, что сделать, простой банальный совет, это просто поговорить с мужчиной об этом. Если у вас действительно какие-то взаимоотношения, и вы в этом не сомневаетесь, скажите об этом мужчине, но только не в ключе, «Слушай, мне не хватает твоего внимания, мне мало твоего внимания, ты не уделяешь». Не в формате претензий, не в формате, чего у вас нет или чего вам не хватает, не в формате негатива, а в формате, «Слушай, мне бы хотелось вот этого бы», да? «Мне бы хотелось больше твоего внимания». А еще лучше, если вы с мужчиной разговариваете более конкретно. Внимание – это же абстрактная штука. Что конкретно вы хотите? Чтобы он каждое утро желал доброе утро? Или каждый днем желал приятного аппетита на обед? В чем конкретно должно выражаться его внимание? Цветок, цветы раз в неделю? Поэтому скажите в положительном ключе, «Слушай, Сережа, Саша или как его зовут? Ярослав?» «Знаешь, я хотел поделиться, мне бы хотелось бы вот этого бы от тебя хотелось». «А что ты думаешь на этот счет?» То есть вы озвучили свое желание. И дальше задайте ему вопрос, что он об этом вообще в принципе думает. И может он скажет, «Слушай, ну я не хочу», да? Или «Мне нет времени», или «Опять же, у нас нет отношений никаких». Начнется какая-то дискуссия, да? Более вероятно начнется дискуссия, когда вы зададите открытый вопрос. Часто женщины, они терпят, они молчат, они думают, что мужчина сам должен знать, чего она хочет. Потом взрываются, злятся, в формате претензий на повышенных тонах начинают разговаривать. И этот, конечно, разговор ничему хорошему не приводит. Следующее, что можно делать, если не хватает внимания от мужчины, либо его недостаточно, задать вопрос. «А я строю отношения как кто? Мы как одно целое? Я чего ожидаю? Чтобы мы были одним целым? Либо мы два отдельных человека?» Если мы одно целое, это уже нездоровые отношения, это созависимые отношения, это больные отношения, в которых будут проблемы, и там не будет гармонии, либо счастья. Потому что, я думаю, что вы уже начитаны и насмотрелись много видео, как минимум, на моем канале, про созависимые отношения. Это больные отношения. Это когда два человека не могут друг без друга, когда им отдельно плохо и вместе тоже плохо. Поэтому задайте себе вопрос. Если этого мужчину убрать из моей жизни, у меня что будет? Конец света? Страдание? Мне будет очень плохо? Мое состояние будет в жестком минусе? То есть, получается, я строю взаимоотношения с этим человеком, он как будто бы мой костыль, который избавляет меня от одиночества? Либо мне и самой, в принципе, хорошо. Я и сама, в принципе, не страдаю. А с этим мужчиной мне еще лучше. Так вот, тоже из своей практики я очень часто вижу, как большинство женщин, те, которые жалуются, что им не хватает внимания от мужчины, что им недостаточно внимания мужчины, это те женщины, которые не самодостаточны, они не цельны, и поэтому им нужен обязательно кто-то или что-то рядом, чтобы чувствовать как-то себя неплохо. И как раз эти женщины часто склонны к тому, чтобы терпеть в отношениях. То есть, им настолько плохо быть одной, что они готовы терпеть даже абьюзера, я не знаю, мужчину, у которого есть явные недостатки. Явные недостатки в поведении, в личности, либо даже в отношении к этой женщине. Что делать? Это обращать внимание, перестать внимание искать в мужчинах, и думать, так, мне плохо, что мне делать с каким-то мужчиной, чтобы мне стало хорошо. А перестать отдавать свою энергию на сторону мужчин, и направлять ее на себя, эту энергию, задавать себе вопрос. А какую работу мне над собой нужно проделать, чтобы мне самой по себе было хорошо? Чтобы я перестала использовать мужчин, или искать мужчин в качестве спасателей, в качестве спасения. Чтобы перестать требовать от мужчин то, чего они не могут мне дать. Потому что ни один мужчина в жизни, в мире не может стать вашим родителем. Да, на первых этапах он может быть супер классным, а потом проявится то, что не было очевидно изначально. Да, зачатки созависимых, нездоровых, токсичных отношений. Чего не надо делать, если мужчина уделяет недостаточное внимание. Есть стандартный совет из интернета. Это запишись на английский, запишись на спорт, ходи с подружками гуляй, занимайся хобби. Да, в целом это важно в жизни. Заниматься хобби, увлекаться чем-то, заниматься спортом. Но поймите, пожалуйста, что часто это выглядит как, типа, тебе плохо? Отвлекись от этого и увлеки себя чем-то. Поймите, пожалуйста, что если у нас есть какая-то психологическая травма, либо психологический недостаток, и мы пытаемся его прикрыть спортом, да, на время мы отвлекаемся, но этот недостаток никуда не девается. Понимаете? И поэтому, да, нужно заниматься спортом, да, нужно учить иностранные языки, да, нужно быть увлеченным человеком личностью, но при этом нужно понимать, что если есть психологическая вот эта вот несамодостаточность, то ее нужно лечить. Потому что если вы этого не лечите, ну, сама по себе болезнь, это она не рассасывается. И поэтому, если для вас важно прокачать себя как личность, прокачать себя как женщину, избавиться от недостаточности, несамодостаточности, не цельности разобраться в мужской психологии и разобраться как себя вести так что мужчина с удовольствием уделял вам внимание с удовольствием давал то чего вы на самом деле достойны тогда прямо сейчас записывайтесь на бесплатные вебинары где эти другие темы мы раскроем максимально подробно если это видео было полезно прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик и пишите ваши комментарии до встречи